А вы были на нашем нешуточном первоапрельском Аусоне невиданной щедрости с продавцом Борзенковым? Если нет, подробности этого мероприятия в нашем телеграм-канале. Ну а для тех, кто только собирается за покупками, на сайте отличные скидки на винил. Ссылочка в описании. И еще, главный анонс. Уже на этой неделе выйдет интервью с большим человеком. Прикольно. С широкой душой и очень дорогим призом на розыгрыш. Я хочу подарить улыбку. Следите за развитием событий, а мы к новостям. Это никто не заметит вообще, что ли. Мэджика. Великие и могучие Мэджика. Ну вы же слышали Мэджика? Если нет, то вы вообще ничего не слышали. Шучу, конечно, но действительно они великие и прям рекомендую к прослушиванию. У тебя денежки есть? Так вот, те самые Мэджика обновили свои напольники с индексом С5. В прошлом году они обновили более компактные С3, а теперь к 20-летию и до пятерок добрались. Говорят, что улучшили примерно все. Во-первых, кучу технологических решений позаимствовали у топовой серии М. Во-вторых, практически с нуля разработали новый корпус. Ну, разумеется, как положено из алюминия. Каким-то образом умудрились увеличить внутренний объем аж на 30%, что позволило сдвинуть нижнюю границу еще на 5 Гц. Драйверы тоже новые, разумеется, тоже фирменные, карбониевые. Каркасы катушек титановые, твиттер, как положено, с алмазным напылением. Короче, без дела ребята не сидели. И отмечается, что только на создание драйверов ушло более трех лет. Услышать у нас эту красоту можно будет уже совсем скоро. Поставки обещают начать уже в третьем квартале этого года. А всем, кто закажет эти колонки в 2024 году, полагается бонус в виде юбилейного бокса с аксессуарами. Bowers & Wilkins подписали очередные колонки. В смысле, анонсировали новую серию семерок Signature третьего поколения. Ну и разумеется, как и американцы из предыдущей новости, часть их налоги взяли из линейки повыше. Ну ладно, давай бухти мне. Карбоновый твиттер в алюминиевом корпусе с грилем, как у 800-х Signature. У фирменных басовиков улучшили подвес, а вот среднечастотники оставили, как у обычных семерок. Внутри тоже все пересобрали. Конденсаторы новые такие, катушки новые сяки, кучу цифр всяких привели, чтобы сказать, что они великие. И имеют право. Ну а для простых смертных пояснили, что все это позволило сделать звук новинок еще более прозрачным. В серию вошли Напольники, Полочники и Центральный канал, так что киноманы привет. А что же по вариантам отделки, их два. Датук Глосс, такая красивая полосатая деревяшечка. И Миднайт Блу Металлик, как у флагманских наутилусов. И это прям муа. А что ты, Валюха, ты чего? Я не знаю, Ваня, я как-то вот это вот не ожидала. Нет, деревяшечка тоже красива, но синий прям кайф. Басса Континуа. Да, те самые итальянцы, которые делают специальную мебель и аксессуары для правильной виброразвязки, расширили линейку тех самых аксессуаров моделью Ультра Фит Левел 8. Шаманизм опять дядя Саша вам рассказывает, думайте. Ну, во-первых, шаманизмом это называлось где-то в средневековье, а сейчас все-таки физика. Во-вторых, мы даже примерно год назад собирали целую демонстрацию сравнения и даже снимали ее для вас на видео. И все это действительно работает. А в-третьих, разумеется, если у вас система начального уровня, то, наверное, эти несколько десятков тысяч рублей лучше вложить в компоненты подороже. Ну, а когда апгрейд системы уже выходит в суммы хотя бы с нулями пятью, то подобные девайсы способны вам сделать хорошо за разумные деньги, ну, разумеется, в разрезе стоимости системы. Ну, че-то мы отвлеклись. В общем, эти ножки сделаны для ваших проигрывателей, дабы поглотить все лишние вибрации, и, разумеется, сделано все это при помощи специальной резины и умных расчетов. Все еще шаманизм? Ну, работает ведь. Ну, от шаманизма к красоте. Компания DeepTik Audio. Что-нибудь слышали о ней? Я тоже нет, поэтому, разумеется, изучил для вас этот вопрос. Значит, это французы, что, в принципе, понятно по написанию названия DeepTik. Не путать с DeepPik. Простите, но я не сдержался. DeepTik Audio. Включаем Pronouns. Компания появилась далеко не вчера, а именно в 2001 году и специализируется на производстве изодинамической акустики, но весьма интересного вида, своего рода арт-объекты. Ведь недаром их девиз звучит как «Ouvredarant de partie», что означает дословно «произведение искусства в двух частях». Почему в двух, сейчас тоже поймете. Вот их новая модель – DP140MK2. Акустика состоит из двух секций. Одна для средних и низких, а вторая, внимание, с 55-сантиметровым ленточным твиттером. Больше, чем полметра, твиттер, ни хуахуа себе ленточка, простите. И все это как-то красиво согласовано между собой, чтобы давать полную естественную звуковую картину. В общем, если эти штуки когда-нибудь начнут возить в Россию, я первый в очереди на прослушивание. Ну, действительно, очень заинтересовали. К розыгрышам. Пластинку «Скриптонита» из предыдущего выпуска новостей получает вот этот подписчик. Поздравляем, слушайте реп. А 6 апреля родился наш большой друг и главный диджей «Всея Руси» – диджей Грув. Жень, мы от всей души тебя поздравляем. Только вот твоих пластинок у нас не осталось, поэтому начинаем заново. 6 апреля родился Уда Диркшнайдер – немецкий музыкант, основатель хэви-метал группы «Акцепт», который после создал свой собственный проект Уда, пластинку которого мы и разыграем в этом выпуске. Ну, а вы в комментариях все-таки напишите много-много-много-много-много пожеланий диджею Груву. Ему будет приятно, он нас смотрит, я-то знаю. Ну, а условия розыгрыша, как обычно, поставить лайк, написать любой комментарий, а в данном случае поздравления диджею Груву с днем рождения, и подписаться на наш канал, разумеется. Итоги подведем, как обычно, через неделю. И да, на этой неделе мы еще планируем с вами увидеться. Помните про интервью? Ну, а на сегодня новости все. Удачной вам рабочей недели. Всем кайфай! Подпишись на канал, поставь лайк! Скорее этот канал, не останавливайся! Подпишись на канал!